Дельты и Дельты Дельты и Дельты Дельты и Дельты Дельты и Дельты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сегодня, друзья, с вами мы убьем наши ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель, сегодня, вы видите, я запыхавшийся, никак не могу восстановить дыхание. Почему? Потому что я вам покажу сумасшедшую тренировку на ноги. Поверьте, наверное, процентов 5 всего из вас сможет ее выдержать. И вы поймете, почему у вас раньше не росли ноги. Кстати, данная методика подойдет как парням, так и девушкам. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия Фак Фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. После разминочки общей, я ее сегодня сделал на велотренажере, покрутил 7 минут до легкого выступления пота педальки, переходим к экстензиям спины. Вы знаете, мы всегда, если хотим, чтобы наш позвоночник был крепким и здоровым, начинаем любую тренировку, особенно тренировку на спину и на ноги, с экстензии. Сегодня тренировка тяжелая, поэтому экстензии делаем без дополнительного веса на 15-20 повторений. 3-4 подходика. Этого будет достаточно. Ну что, приступаем к тренировке ног. И сегодня она будет состоять из 9 мощнейших, мощнейших подходов на квадрицепсы преимущественно, чуть-чуть будут задействованы бицепс и бедер, и на упражнение исключительно на бицепс бедра. Внимательные люди заметят, особенно кто следит за тем, что и как советуют Силуянов и его ученики, его последователи, что, Егор, как же так, мы делаем приседания, а в них, хочешь или не хочешь, работает и бицепс бедра. Так вот, друзья, между подходами мы будем отдыхать с вами 5 минут. Поверьте, меньше не получится, иногда даже захочется и больше. И поэтому между упражнениями и между упражнениями непосредственно на одни и те же мышечные группы у нас будет как минимум 5 минут. А Виктор Николаевич Силуянов говорил, что нужно от 5 до 10 минут. Как раз мы с вами будем выдерживать эту паузу. Самое сложное, друзья, что? Самое сложное это не садиться и ни в коем случае не ложиться между подходами. А поверьте, вы будете хотеть этого. Вы просто организм будет требовать лечь, присесть. Ни в коем случае нельзя этого делать, чтобы не навредить себе, а не навредить своему сердцу. Ходите, нарезайте круги по залу и будет вам счастье и здоровье. Первым упражнением я делаю сгибание ног лежа. Именно в этом упражнении я сделал 3-4 разминочно-подводящих подходика, выставил рабочий вес и поработал от 30 до 40 секунд. Какой вес на гликолитические мышечные волокна мы с вами уже все прекрасно знаем. Это от 65 до 80% от разового максимума. Как его вычислять, тоже все давно уже знают. Затем я приступаю к фронтальным приседаниям. Для меня это самый сложный вид приседаний по той простой причине, что мне тяжело дышать. И я быстрее задыхаюсь, нежели устают мои квадрицепсы. Поэтому я его всегда делаю, когда делаю первым номером. Ну что, друзья, мы чередуем один подход сгибания ног лежа, один подход приседаний. Между каждым упражнением мы отдыхаем 5 минут. Поэтому перед тем, как мы придем снова к сгибаниям ног, пройдет 10-11 минут. И приседания фронтальные мы делаем так же. С паузой получается в 10-11 минут. Идеальный вариант. Сделали. Три подходика в сгибаниях ног лежа. Три подходика в приседаниях со штангой на груди. Первая тройка упражнений закончена. Следующее, что мы делаем. Я продолжаю делать сгибания ног лежа. Если хотите, можете подобрать какое-нибудь другое упражнение на бицепс бедра. Но мне очень нравится этот станок. Спасибо Николаю Ясиновскому. И я в нем продолжаю работать. Но перехожу на классические приседания со штангой на спине. Делаю еще снова три подхода в сгибаниях. И три подхода в приседаниях. Поверьте, уже к заключительному подходу в приседах я подхожу просто мертвый. Большинство из вас, поверьте, не доживут. Не смогут выполнить эту серию. Даже вот из этих шести подходов. А это у нас в общей сложности уже 12 подходов на ноги. 12 мощных подходов. А впереди еще три на квадрицепс и три на бицепс бедра. Ну что, друзья. Посмотрим, кто из нас самый мощный, самый выносливый. И теперь вы начнете понимать, почему кардио говно по сравнению с силовым тренингом. Особенно девчонки, если доживете до седьмого подхода. В сгибаниях ног я перехожу к станку, который тоже мне очень нравится. Это поочередные сгибания каждой ногой стоя. Станок Хаммер. Много разных разновидностей, разных фирм. Ну что, очередные три подхода. Но чередуются они уже с двумя подходами. Жима ногами или гак приседа. Что вам больше нравится, где вы лучше чувствуете свои квадрицепсы. Я нашел для себя станок. Слава богу, купил его специально для себя в свой тренажерный зал от фирмы Хойст. Это единственный станок, который совмещает и гак, и жим ногами. В нем, конечно же, мне очень сильно бьет в голову. Мне даже сложно приходить в себя. Звездочки перед глазами после него. Но так, как я чувствую квадрицепсы в этом станке, я не чувствую больше нигде. Главное ставить стопы пониже, чтобы исключить, уменьшить точнее работу ягодичных бицепсобедер. Переключить их на квадрицепс. И делаем очередные подходы. Здесь у меня следующая схема. Я делаю три подходика сгибаний каждой ногой стоя поочередно. И два подходика таких жимов. А заключительным упражнением на квадрицепс я делаю разгибания ног. Доводя до сумасшедшего сжения. Просто нестерпимой боли. Когда встаю с станка, то я не могу даже стоять, сковывает мышцы болью. Попробуйте, если вы никогда не делали, вы будете в шоке. Насколько, друзья, это мощно, насколько это серьезно. Ну что, попробуйте данный вид тренинга. Попробуйте выдержать эту тренировку, друзья. Мне интересно, напишите в комментариях после того, как вы попробуете данную тренировку. Огромное спасибо, что смотрите мои ролики. Ставите лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Делитесь моими роликами в своих соцсетях. Обязательно пишите вопросы, которые у вас есть в комментариях. Какие тренировки вы хотите еще увидеть. Все это, друзья, помогает развиваться каналу. И помогает мне ориентироваться на тот контент, который интересен именно вам. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА